Я стою рядом с Ноториусом Коннором Макгрегором, и это, судя по всему, становится определенного рода традицией каждый раз перед твоим отлётом. Спасибо тебе огромное за уделённое нам время, но главное отличие от прошлого раза выражается в словах. Посмотрим, что они скажут, когда Алду пойдёт в первом раунде. Что они сказали? Они сказали... Знаешь, иронично они ничего не сказали. В этот раз все замолчали, так что... Это здорово... Это здорово побыть в тишине. Вся игра заткнулась. Да, ты делал акцент на этом в прошлом, что после боя ты сядешь и послушаешь, что они скажут, и ты сказал, что, скорее всего, будет тишина. Также ты говорил, что хочешь увидеть результат поединка лёгкой, весовой, прежде чем делать какие-то решения, и в итоге ты решил, что этот бой больше и лучше, чем Сароне, если бы он выиграл. Кто победил, тот и стал крупным боем, так что Сароне показал, какая он целка. Поэтому он и может драться так скоро. Он же дерётся на этих выходных, да, вроде? Да, на этих. Спросите, мог бы Алду подраться на этих выходных? Ответ точно нет. Когда ты выигрываешь нокаутом, остановкой, настоящей остановкой, ты выводишь оппонента из строя месяцев на 10-12. Он же сдался тогда в восьмиугольнике, и поэтому теперь он выходит на бой, говорит, что готов драться хоть каждую неделю, но так можно драться, если ты сдаёшься, но если ты действительно готов положить там свою жизнь, тогда он бы не смог так быстро вернуться в строй. Победил Дос Аниас, я выбрал его, я охочусь за вторым поясом, чтобы повторить то, что делал, и это всё. Как ты думаешь, не слишком ли рано люди начали говорить, что Конор выбирает и получает, что он хочет? Я получаю, что хочу, и я делаю, что хочу. Когда ты приносишь больше 400 миллионов выручки для своей компании, и делаешь это из раза в раз, ты можешь делать всё, что тебе угодно, я живу так, как, блядь, моя душа пожелает. Вот как я живу всё, что мне угодно, когда мне это угодно, и я заслужил это упорной работой, жертвами, и всё, и своими победами. Работа стала основной темой в твоих социальных сетях за последнее время, и это не тренировки, это работа, усердная работа. То есть ты воспринимаешь это как свою работу со всеми её составляющими, весогонка, медиа, бой. Как думаешь, другим ребятам не хватает этого подхода? Куда я не гляну, я вижу псевдоработу, или притворную работу, или якобы работу. Так что у меня настоящая тяжёлая работа. И на этом всё, и люди постоянно вылетают, постоянно ищут какие-то оправдания. Я же продолжаю усердно работать и пожинать плоды. Вот почему у меня есть всё, что я хочу, вот почему у меня есть полный контроль над игрой. В этот раз себя окружает намного меньше меди, и не приходится так сильно гонять вес, и наверняка ты чувствуешь... Подай бутылку воды, пожалуйста. Чувствую, что находишься в наилучшей форме. Я чувствую себя отлично, полон энергии. Знаешь, на этой неделе, так, сейчас чё, среда? Значит, что с пятницы, субботы... С пятницы, субботы... Чувак, я провёл огромное количество раундов с тех пор, как прилетел из Америки. Да и даже в Америке, когда туда прилетел Питер, это серьёзная, блядь, работа. Я иду за этим поясом, я иду за следующим поясом, я иду за всей, блядь, компанией. Да, как раз про это я и хотел спросить, потому что предположение Джона о том, что ты, возможно, когда-то подерёшься в полусредневесовой, может сбыться уже к UFC 200. Ты только глянь туда, они все с лёгкостью по 80-90 кг. Все, с кем я спаррингую гораздо больше полусредневесов. Против меня ставят свеженьких средневесов, которые пытаются измотать меня. Понимаешь, к чему я? Так что, почему бы не подняться? Они становятся медленнее, менее свободными, я чувствую. Они становятся зажатыми. Они ещё более тормозные, чем легковесы. Так что, я продолжу кушать, тренироваться и продолжу переть, пока не соберу все пояса. Ты видел меня против горы? Какой у него вес? Это горище под 2 метра ростом. Он под 2 метра, и я вышел против него. Так что, это не проблема. Ты видел этот мем, где мне приделали пузо Нельсона? Он сейчас повсюду. Кто знает, может я, блядь, доберусь и до туда? Правда, там борода выглядит, как у деревенщины. Я так далеко не зайду. Надо, кстати, привести в порядок свою. Но я никого не боюсь. Я готов драться в любом весе. Любой может выйти и побиться со мной в этой клетке, и посмотреть, сможет ли он справиться. Но пока что никто не справлялся, вот что скажу. Знаешь, мне это даже... Мне это напоминает какой-то самурайский подход. Я выйду туда, мне не важен размер оппонента. Я быстрее, я сильнее, я более ловкий, я выиграю, невзирая ни на что. В этом вся суть боевых единоборств. Но где-то со временем это превратилось в... Не знаю, во что это превратилось, но уже не в боевые единоборства. Но как часто ты видишь, чтобы чемпион тут же поднимался в весе? Как долго тебя кормили всеми этими разговорами про супербой и ничего? Но зато мы постоянно слышим про опухший палец ноги. И всё, оппонент выбывает. Знаешь, это... Целки заполонили всю эту игру, и я не знаю, но я здесь, чтобы биться. Я здесь за всеми поясами. И затем, и затем я свалю. Затем я распрощаюсь с этой игрой. Я выйду из этой... Я скажу, я поблагодарю эту игру и уйду из неё. И на этом всё. 25 миллионов в банке, два золотых пояса и чёрный пояс по джиу-джитсу. Три года назад ты сказал, что собираешься закончить на этом. Я думаю, ты слишком быстро превзошёл это. Ааа, да, не. Помню, помню, я как говорил это, да? И я... И я всё ещё здесь, да? Так, и ещё пару быстрых вопросов, прежде чем ты уйдёшь. Ирландские фанаты, я постоянно слышу от них, постоянно думаю о них. И это отлично, я так же. Нахуй Вегас. Нахуй этот Вегас, я серьёзно. Ну или Исткост. Если мне не дадут Ирландию, то я соглашусь на Исткост. Ещё одно шоу в Дублине. Или ещё попытка в Нью-Йорке. Мы всегда отлично проводим время в Бостоне и в Исткост не так далеко лететь 5 часов. Но, нахуй, я спокойно подерусь в O2 арене или в 3. Мне без разницы, что... По барабану, что там вместимость 9000 человек и что я это перерос. Я не перерос свою... Я не перерос свою, блядь, родину. Я всё ещё, блядь, здесь. Я прихожу сюда изо дня в день. Я делаю всё так же, я остался сам собой. Так что... Вегас в этот раз. Скорее всего, Вегас в следующий раз, потому что я уже согласился на UFC 200. Но потом Исткост или Ирландия. Так что, я не знаю. Я просто пытаюсь продолжать идти, выигрывать бои и не сидеть без дела. То есть, в своём идеальном представлении Ирландия или Исткост в 3-й, 4-й четверти 2016-го. Да, мне нравится, как это звучит. Они же ещё... Ещё же не огласили шоу в Дублине, да? А кто ещё будет тут? У нас есть несколько молоденьких пареньков, которым я бы с радостью помог пробиться в UFC. Я помог это сделать своим старым одноклубникам. Те, с кем мы долго тренировались. Вон, хотя бы Артём, к примеру. И теперь пора вести следующее поколение. Мне только в радость вести своих людей в такую большую организацию. И устраивать эти шоу, и делать это. Но ещё пару боёв в Исткосте, потом Исткост, потом Дублин, и всё. И потом Дублин до конца моих дней. Вот о чём я думаю. И заключительный вопрос, потому что много слухов поползло в последнее время об отдельном промоушене МакГрегора после UFC. Это всё дерьмо собачье. У меня отличное отношение с Лорензо. У меня отличное отношение с Дэной. Не пойми меня неправильно. Я поднимаюсь по корпоративной лестнице каждый день, и когда-то мы встанем нос к носу. Возможно, когда-то мы будем делить этот бизнес. Но мы всегда будем вместе, без вопросов. У меня есть верность к этим людям. Они привели меня сюда. Они помогают мне с этим. И я помогаю им. Мы команда. Так что огромное уважение Лорензо. Огромное уважение Дэни. Огромное уважение каждому, кто имеет дело с UFC. Я не пытаюсь бежать от них. Я пытаюсь вырасти. Я пытаюсь встать с ними нос к носу и взять свою долю с подноса. На этом всё. И они знают это. Я сказал им это с самого начала. Но я всегда буду сотрудничать с Зуфой, с великой компанией UFC. Это честь для меня. Это честь для меня расти с этой компанией. И ещё обещаю самый заключительный вопрос. Флэд Мэйвезер и Конор Макгрегор. Между вами некоторое соперничество в плане гейта и пей-пер-вью. И твой гейт постоянно растёт. Так же, как и пей-пер-вью постоянно растёт. Где ты видишь свой предел? Потому что ты говоришь, что через несколько лет будешь заканчивать. И какую конечную цифру ты бы назвал? Максимально возможный доход для Конора Макгрегора. Максимально возможный доход для UFC и MMA. Пей-пер-вью будут исключительно расти. И, знаешь, гейт в 77 миллионов за бой Мэнни Пакьяо против Мэйвезера. И это продвижение было так себе. Бой был не супер. Хотя мне понравился этот бой. Флойд показал, что он настоящий мастер своего дела. Но бой был не совсем тем, за что фанаты платили свои деньги. Так что в этот раз мы ожидаем гейт в 13 миллионов. И, походу, Голливуд подсел на это. Они хотят смотреть бои. Так что по мере прихода звёзд из Голливуда гейт начнёт расти. И так же приток американских зрителей только нарастает. И я привлекаю сегменты рынка, ранее просто неведанные UFC. Так что мы продолжим расцветать и расти. И посмотрим, куда нас это приведёт. Я думаю, только небо предел. Спасибо огромное за уделённое время. Удачи в Вегасе. Спасибо. Спасибо тебе. Перевёл и озвучил Антоненко Владимир. Специально для Best of MMA. Субтитры подогнал «Симон»!